Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас в территории Культурного центра ЗИЛ. Сегодня у нас снова лекция о фотографии, о том, как читать современную фотографию. Я на лекционно скажу буквально пару слов о том, что у нас много всего интересного происходит на этом этаже. В Культурном центре ЗИЛ, в Виктории, в библиотеке, на балконе библиотеки. Следите за новостями на сайте, в социальных сетях. Ну, а я с радостью передаю слово Ольге Матвеевне. Спасибо. Еще раз добрый вечер. Очень долго пыталась правильно стремулировать тему по современной фотографии, потому что, как можно догадаться, универсального рецепта и руководство, как читать фотографию, не существует. Но я попробую сегодня охватить максимально широкий спектр направлений и стратегий в современной фотографии. Поэтому сегодня лекция будет в другом формате, это будет скорее похоже на скрининг с короткими комментариями. Ну, или не очень короткими, но, во всяком случае, если на предыдущих встречах мы подробно разбирали конкретных представителей с инфраструктальными и индивидуальных фотографий, в этот раз мы посмотрим больше количественных проектов, и каждый проект будет, конечно, не похож на предыдущих, но тем лучше. Но по традиции начну с маленькой исторической исправки, чтобы обозначить лекторы, ориентиры, на что мы обращаем внимание, когда мы говорим о современной фотографии, потому что, да, при нашей слове связано с истоками. Но, в первую очередь, почему серийность фотографий, по-моему, название этой лекции звучало как «фотография, история, проект» и что-то подобное. Когда, если мы рассматриваем фотографию в контексте сегодняшнего дня, конечно, мы говорим только о проектах мышления и только о серии. Почему о серии? Потому что фотография, если рассматривать в поле современного искусства, фотография имеет коммуникативную функцию, это ее основная функция – визуальная коммуникация. Соответственно, точно так же, как, например, с речью человека обстоят дела, мы не можем сделать полноценное высказывание одной фотографией, одним снимком. Нам этого недостаточно ни как авторам, ни как зрителям тоже. Поэтому слово плюс слово – это уже какое-то высказывание. абсолютно аналогично строится история с фотографией. И буквально несколько имен из истории фотография. Кого-то мы вспомним о ком-то, будем говорить, первый раз. Серийность – это либо типология, либо нарратив. Повторение, последовательность или история. И вот несколько авторов. Например, Аппостозандера мы уже подробно разобрали на лекции под комментарием фотографии. Он один из первых и, наверное, самый яркий представитель, который строил свою работу по принципу типологии с партнерами немецкой нации. Анна Анкелс – другая история. Увидеть ее будет в жизни. Это один из первых фотографий, можно сказать. Но в первую очередь она была биологом. И она была человеком науки. И она подробно изучала подводные растения, водоросли. И так получилось, что как раз в фиг ее научной деятельности появляется цианотипия. Цианотипия – это, сейчас это очень известный, самый популярный способ альтернативной печати ручной. А в 19-м веке, в начале 20-го цианотипия была все-таки средством технического копирования. И вот с распространением этой технологии она заменяет обычный гербарий. То есть процесс засушивания водорослей заменяет фитограммами. И в итоге изначально была функция научной документации, но в итоге это превращается в очень симпатичный проект. И сейчас мы все-таки в первую очередь рассматриваем ее гербарий как произведение искусства в той или иной степени. Ну и конечно же в процессе работы над фитограммами невозможно было абстрагироваться от композиционной организации камеры. Почему от Радкинса? Потому что метод типологии, я еще раз повторю, это все-таки метод, который пришел из науки. И поскольку он приходит из науки, сразу становится очевидно, что еще одна функция современной фотографии и особенно концептуальной фотографии заключается в том, что вот такой метод сравнения заставляет зрителя анализировать. Потому что анализ – это тоже научная приводика. Карл Плоспель – еще один из первых фотографов. Я не упоминала его на предыдущих лекциях. Он делает такой похожий в какой-то степени вещь. Это тоже растение, но очень крупно увеличенные фрагменты растений. Если посмотреть на некоторые снимки, может показаться, что это вообще какие-то брельефы, может быть, выточенные из камня или выкованные из металла. На самом же деле это очень крупно, максимально крупно увеличенные фрагменты растений, почки и так далее. Для этого Блосвит еще в то время специально разрабатывает конструкцию объектива, который позволял в 30 раз увеличивать изображение. И таким образом он создает еще одну типологию – ряд разных форм. И Ангус Вандер и Анну Нужен Фулрула. Давайте просто вспомним такой эскадровки. Это его проект «Лица 19 века», который сделал мне что-то номером в Германии. Это то, что касается типологии. И, конечно же, если говорить о фотоистории классической, которая, может быть, относится больше к документальной фотографии, чем к принципуальной, здесь определенно прослеживается кинематографичность и заимствованность построения изображений, последовательность изображений в первую очередь, заимствование из кино. И если какие-то тоже точки направляющие находить в истории фотографии кино, я хочу в первую очередь помнить Эдварда Мейбриджа, который изобретает серийную съемку. Я думаю, что многие из вас знают эту историю. Но в общих чертах Мейбридж, в случае уже известного фотографа, был приглашен губернатором Калифорнии в 1877 году всего-навсего, чтобы разрешить спор между ним и его оппонентами. Губернатор подтверждал, что при галопе лошадь отрывает все четыре ноги от земли, а его оппоненты были не согласны. Ну, невооруженным глазом ему сложно определить, так это или нет, поэтому приглашают Мейбриджа, и он разрабатывает такое устройство, он его назвал «хотодром». Он состоял в тот момент из 12 кабинок. В каждой кабинке находилась камера, они были равно удалены друг от друга, по всей тролиторошке, в которой должна была скакать лошадь. И к затвору, затвор каждый из 12 камер был соединен тросом, от него был протянут трос вдоль земли. Соответственно, когда лошадь скакала, она задевала поочередно все эти тросы, и затворы срабатывали. И в итоге документально было выяснено, что действительно губернатор был прав, и лошадь отрывает все четыре ноги. И вот такая интересная история, фактически бытовая, она на самом деле сыграла очень большую роль в развитии кинематографа в том числе, потому что Мейбридж не остановился на этом эксперименте, естественно, его это очень увлекло, и он уже сгадально совершенствует свою технологию, и вместо 12 кадров делает уже 24. Таким образом, на минуточку 24 кадра — это, собственно, формат кино уже. Его исследования легли по многому кинематографу, и послужили, помогли предъявлению кинематографа. Ну, это примеры того, как Мейбридж экспериментировал с спортсменами, с такими движениями человека, с трикториями. И здесь тоже совершенно четко прослеживается документальность, потому что такой метод формальной серийности, то есть что это там напоминает? Это эвстерийная срока в любом современном аппарате на присутствии даже в смартфоне. А серия позволяет уже делать какие-то конкретные выводы и собственные суждения. И последний момент, он уже не из кино, эффект Калюшова хочется тоже повторить. Ну, если не все, то многие знают, в чем смысл этого эксперимента. Лев Калюшов снимает одного и того же актера. Он, собственно, снимает один план. Актер моего кино «Иван Ложихин» смотрит просто в камеру спокойно, без эмоций. Ну, в классическом виде этот эксперимент существует в виде именно кинокадров, не стоп-кадров такого. И три раза Калюшов монтирует актера с разными сюжетами. Первый сюжет – «Тарелка горячего супа». И когда мы смотрим на верхнюю пару, нам кажется, что актер смотрит на этот суп с явным аппетитом. В первом случае мы видим ребенка в гробу и уже считывается другое выражение лица, эмоции с форме. И в последнем случае привлекательная женщина, держащая на диване, здесь актер смотрит уже с явным интересом на эту женщину. Вывод можно сделать очень простой, в зависимости от того, какие два кадра мы ставим рядом, у зрителя рождается та или иная ассоциация. То есть это какое-то апеллирование, апелляция к каким-то базовым кодам, знакам, которые существуют у каждого человека, которые можно считать. В принципе, современная фотоистория, точно так же, как кино, само собой, строится в том числе и на этом приеме. Итак, если перейти уже совершенно так резко и радикально к современной фотографии, вначале мы рассмотрим несколько ярких, чистых примеров типологий, историй, а затем уже будем более частные примеры обсуждать, такие как архивная фотография, автопортрет, найденные снимки работы с дигитальным пространством, с ландшафтом. Тарин Саймон – известная американская художница. Я покажу два ее проекта. Первый проект – типология в чистом виде. Здесь явно прослеживается научный подход, сравнение разных типажей. Второй проект – там присутствует мифология. Итак, этот проект называется «Контрабанда». Она снимала его в течение нескольких дней в одном из американских аэропортов на Таможье. То есть в том месте, где изымают те вещи, которые запрещены к провозу. И вот, конечно, я показываю не все фотографии из ее серии, но вот видите, какие-то очень-очень странные, какие-то, да, иногда просто несчитываемые предметы, ну, какие-то более понятные. И, естественно, она применяет один и тот же метод для съемки этих предметов. То есть тот метод, который позволяет оторвать, как бы вырвать каждый предмет из контекста. По аналогии, например, с тем, как снимал Ричард Давидден свой «Американский запад». И в итоге, когда речь находит о том, как экспонировать эти работы, они компонуются тоже такими блоками, сериями, подобно тому, как выставляли в Вехер свои про индустриальные работы. Иногда используются такие маленькие пластиковые ящички. Тоже явная ссылка к классическому естественному научному музею, когда каждый экспонат аккуратненько помещен в стерильное пространство. Следующий проект называется «Невиновные». Тоже автор Танисана. Достаточно старый проект. Следующая история снимала портреты людей, которые были осуждены за преступления, которые они не совершали. То есть находился какой-то свидетель, который давал показания против них, и их помещали под стражу. Но в какой-то момент, благодаря тесту ДНК, получилось выяснить, что эти люди все-таки невиновны, и либо их пропускали в свободу, либо уже, к сожалению, пост-пакту удавалось это выяснить. И она размещает этих людей в тех местах, где якобы они совершали преступления. То есть тем самым этот проект, конечно, такую чистую типологию уже сложно назвать. Здесь присутствует и мифология очень много, мифологизация пространства. Но самый главный вопрос, который она понимает, это достоверность фотографии, насколько такой документальный какой-то съемки может, естественно, отразить суть вещей. Следующий автор Клаус Пифе – молодой немецкий фотограф. Покажу один его проект. Очень простой, очень формальный, называется «Пыль». В том же стиле, в котором работала Дарья Саймон, на нейтральном белом фоне он снимал вот такие скопления пыли, которые он находил в разных помещениях. С одной стороны, мы перелистываем эти фотографии, нам нравится цвет, нравится форма, а с другой стороны, мы можем очень долго их отглядывать, потому что каждая горка пыли дает нам информацию о том, в каком месте эта пыль взята. Здесь явно какой-то, может быть, зон-магазин, а это, скорее всего, пыль с заднего двора дома, потому что здесь есть свершенности и так далее. У него огромные, конечно, эти фотографии, мы сделали из них какую-то стиланторскую книгу, какой-то глушительный альбом, который очень долго можно листать. Данила Ткаченко. Сегодня я постараюсь показать побольше российских авторов для разного проекта. Данила Ткаченко – очень молодой художник, кстати, выпускник школы урочника. Каждый один его проект называется «Загрошенная территория». Возможно, кто-то из вас знает его проект. Еще нет. Данил ездил по всему постсоветскому пространству, но только по России, в поисках объектов, которые либо уже заброшены и не используются, либо это объекты, которые он снимал в закрытых городах, которые до сих пор функционируют в закрытых городах. И это всевозможные секретные военные объекты, которые уже не имеют такой актуальности, как имение, например, во многом холодной войне. И, возможно, он работает по аналогии с верным Ихиллом Вехером, потому что назначение этих сооружений над лесами не особо имеет значение, потому что мы рассматриваем форму, они все формально одинаково сняты. Очень важно, что он снимал их именно зимой, потому что белый снег дает, как раз вызывает ощущение оторванности, вырванности из контекста этих объектов. Майкл Вольф – тоже очень интересный пример с типологией. Он немецкий автор, очень блудовитый. Он работает в основном с темами, с регионом Азии. На разных уровнях, всевозможные темы раскрывает. Например, один из его известных проектов называется «Tokio Compression», посвященный, как можно догадаться, метро в Токио. Насколько там многолюдно, как видите, буквально задыхаются в вагонах. И вот тоже бесконечная типология этих работ со спотевшими окнами. Вот такие документальные портреты, которые говорят о большем, чем просто портрете. Второй проект Вольфа – «Тектора плотности», как называется. Он снимал этот проект «Конконки». И обратите внимание на эти такие паттерны, фракталы, которые создают окошки домов. Здесь нет никакого монтажа. То есть мы сразу вспоминаем Андрея Сокурския, как он доращивал с помощью визуальных сэмплов этажей зданий, ножей, фигурки людей. Вольф это не делает, потому что в случае с гонконгской архитектурой в этом нет необходимости. Следующий проект уже намного отличается. Не типология в чистом виде, скорее такая история без нарратива, скорее с концертом. Анастасия Прошилова – российский художник. Работает в основном с фотографией и живет в Берлине. Она черпает идеи и работает с темами на территории России, но привозит все эти реализованные проекты в основном в Европу. Здесь несколько буквально фотографий для того, чтобы принимать в общих чертах. Проект называется «Русские». И она ездила по всей территории России. Очень много национальной и много планной территории, как мы прекрасно знаем. И снимала портреты. Она намеренно позволяла своим героям вмешиваться в процесс съемки. Она спрашивала каждого персонажа или каждую группу людей, как бы вы хотели, чтобы я вас сфотографировала, на каком фоне, что бы вы хотели делать. То есть герои могли реализовывать себя как угодно в этом контексте, но главный вектор, который Анастасия задавала при работе над этим проектом и, естественно, диалоге со своими героями – это что такое, в вашем понимании, быть русским? Относительный вопрос, особенно учитывая многонациональный контекст. И получилась такая история. Марцин Парр. Его анонсов – классический представитель фотоистории, документальной фотографии. Он, в принципе, узнаваемый автор. Мы уже смотрели беглые его работы. В этом случае более широкая подборка. Наверное, он самый известный стрит-фотограф современности. Помимо того, что он работает с фотографиями еще и коллекционер фоторабот, коллекционер фото-книг. И, естественно, он работает с сериями. Эта подборка… Здесь получилось все в одном. Но даже просматривая эти снимки, мы видим, что здесь явно присутствуют разные визуальные приемы. В каких-то случаях мы видим общие планы со стрит-сюжетами. Здесь мы уже видим какие-то смешные нол-запы. Вот эти два примера. Марцин Парр очень много наблюдает за своими героями. Вот эта работа, например, вообще из серии «Поскучающие пары». У него есть отдельная такая история. Он путешествует по… Ну вот, по мере того, как он перемещается, он пополняет некоторые свои истории. Так вот, и с этой происходят со встречающими парнями. Ну, завтра, конечно. И еще у него есть замечательная серия. Сейчас мы его найдем. Уже близко. Со современными тюрмотами. В таких фастфудзаведениях снимают странные сюжеты. А вот на эту серию хочется особенное внимание обратить. Потому что это серия его автопортретов. Это Марцин Парр. И автопортреты делает не он. Можно подгадаться, но автопортреты делает не он. Тоже по мере того, как он перемещается из страны в страну, из города в город, он находит такие частные фотоателье, которые предлагают такие обработки, такие креативные вариации портретов. То есть это наполненно всерьез сделается. Если Марцин Пара тоже в поле китчу помещает, то ателье наполненно всерьез предлагает такие услуги. Разные-разные. Коллекция пополняется. У Марцина Пара есть, кстати, очень симпатичный сайт. Можно следить за его перемещениями и коллекциями. Следующий автор очень важный. Мне очень сложно его отнести к тому или иному направлению. Он важный, потому что он сформировал совершенно особенную технику работы. Алиса Сота. Документальный фотограф. Однозначно документальный. Член агентства МАН. Наверное, самый непубличный. И все работы Алиса Сота, так или иначе, все проекты, так или иначе, связаны с таким фольклором глубинки. Он снимает в отдаленных уголках США. Ему не интересуют крупные города, уже не крупных городах. Он фокусируется на таком вот среде из глубины страны. Чем интересен его метод работы? Этот проект называется «Ниагара». Здесь он исследует феноменологию этого места. Ниагарский водопад. Он снимает часть проекта на территории США, другую часть на территории Канады. Он со всех сторон очень внимательно изучает этот вопрос. И что такое Ниагарский водопад? С одной стороны, это мощное природное явление. Это огромный, самый большой водопад в мире. Это место, которое просто как природная стихия, в принципе, пугает человека. Это также безлюбленное место для самоубийц, в том числе. Но, с другой стороны, Сот говорит, что это же место и для влюбленных тоже. Это становится культовым местом для того, чтобы загорать свадьбу, провести месяц и отправиться в отпуск с любимым человеком. И он начинает исследовать эту сторону Ниагарского водопада, эту мифологию, которую не он сам создает, а он ее уже считывает и описывает в своей работе. И метод его заключается в том, что для того, чтобы составить историю, он снимает несколько блоков с типологиями, которые он чередует в своей работе. Давайте посмотрим, полистаем. Здесь, конечно, не все водоправили с проекта, потому что он достаточно большой, но треть, наверное, присутствует. Последовательность тоже сохранена. Сначала мы видим фасад мотеля, затем интерьер, вид на водопад, документальный портрет одной из влюбленных пар, письмо. Потом Сот, когда у него получалось, он просил героя в его съемке представить ему, ну, если у них есть такие духописные письма, и он включал их тоже в свою работу, как такой объект уже, который она фотографировала. Снова фасад, видите, снова повторяется фасад. Снова портрет, видим жениха. Снова фасад с пальцами. Портрет. Еще один портрет. Еще один портрет. Еще один портрет. Уже в интерьере. Интерьер повторяется. Еще один интерьер. Фасад. Ну, и дальше уже его можно рассматривать, просто посмотреть в конце. Глава. Продолжение следует... 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 Это молодежь, которая живет в маленьких городах или даже селах, это шахтеры, которые радуются дожду и празднуют, или какие-то посетители концертов. И да, он снимает на пленку. Все потрясающие эффекты, которые вы видите со светом, это умение работать с инфляционалом камер. И что еще интересно, он путешествовал со своей женой, делал этот проект, два года ушло на путешествие через всю Австралию. Они так же, как и франк, ездили на машине, спать в палатках. И вот вы, наверное, видели этот кадр с новорожденным ребенком, это на самом деле его ребенок. То есть в конце путешествия его супруга рожает мурдом. Это стало логическим завершением проекта про общежизненные вещи. Следующий автор – Якоб Соболь. Может быть, визуальный язык на первый взгляд у него немножко напоминает Торетто Парка, но это только на первый взгляд. Может быть, это благодаря последовательности, которая у меня выстроилась. Якоб Соболь – датский фотограф, патрументальный фотограф. Проект, который мы сейчас смотрим, называется «Встреча и расставание». Одна из последних его работ. Он снимал эту серию во время поездки через Сибирь. То есть у него три основных места съемки – это Москва, Улан-Батер и Бекин. И, конечно же, он снимал по дороге очень много во время остановок, много снимков во время движения поезда. И почему так название «Встреча и расставание»? С одной стороны, это его личный опыт, потому что он едет, просто пересекает колоссальную территорию по километражу. Мне кажется, даже для россиян это очень большое приключение проехать через Сибирь на поезде. Это для него встреча, вставание и способ восприятия пространства и времени в этих условиях. С другой стороны, конечно же, он фокусируется на личных историях. И вот эти люди, конечно, это все выглядит как случайные встречи с этими персонажами в разных городах. Но при этом не все эти встречи подлинны случайными, потому что он, конечно, готовился к поездке и искал контакты. И доходило очень много контактов людей, с которыми можно провести время и фотографировать. То есть, например, он заранее искал близнецов в разных городах, чтобы можно было поснимать отдельный проект. Ну и, конечно же, такие очень личные, интимные истории. То есть встречи, расставания конкретных людей здесь чередуются с пустынными ландшафтами, с тем, что мы видим по дороге. И вообще, что чисто символически представляет собой вот эту бескрайнюю цвитонию. Следующий автор – Алиса Резник, фотограф российского происхождения, живет в Берлине. Ее визуальный язык совершенно очаровательный. И здесь нет как такового нарратива вообще, очень поэтичной работы. Здесь мы видим фотографии из нескольких серий. Но, знаете, разделение между сериями в этом случае очень номинально, потому что визуальный язык сложился. И в любом случае мы так или иначе испытываем похожие эмоции, смотря к другому серию Алисы. Здесь мы видим каких-то совершенно случайных прохожих, очень странных людей. Эстетика ночи, потому что все снимается во время... Все снимается в ночных городах. И, конечно же, это все очень личные образы. В принципе, также комментирует свои работы сама Алиса. Кстати, она не профессиональный фотограф. Несмотря на то, что она получает множество... Ну, имеет мировое признание, получала множество премии. Она не работает по множественному фотографу и никогда даже не пыталась это делать. В какой-то степени, может быть, когда мы смотрим на этих персонажей, мы вспоминаем, на первый взгляд, мы видим аналогию, может быть, с Дианой Аркус. Но на самом деле это совершенно обычные люди, без каких-либо особенностей, отклонений. Но вот автор находит специфический подход к изображению такой реальности. Теперь мы плавно переходим к автопортрету. И к портрету вообще Синдзе Шерман. Я думаю, что тоже не первый раз слышите это имя. К сожалению, мы не можем долго останавливаться, не беседовать. В этом авторе очень важной фигурой в современной конституальной фотографии. Синдзе Шерман – это женщина-художник. Она работает с фотографией и она работает исключительно с автопортретом. Но все, что мы видим, это не автопортрет в традиционном понимании слова. То есть что такое автопортрет? Когда мы слышим это слово, нам всегда кажется, что это что-то личное. Это что-то про автора. То есть это даже не обязательно может быть снимок, который изображен автор. Это что-то безумно личное. У Синдзе Шерман совершенно иная ситуация. Она просто использует свое лицо как холст. И свое тело она тоже использует как холст. Говоря о совершенно разных темах. Первый проект называется «Посетители пассажира автобусов». На всех фотографиях Синдзе Шерман. Она как формально снимает себя. И, конечно, очень много формативности среди условных снимок. И здесь она начинает пытаться обратить внимание на то, что она врывает отдельных персонажей из контекста толпы. Следующая серия герои неизвестных фильмов, наверное, самый известный её проект, она превоплощается в все узнаваемые образы актрис каких-то известных фильмов, хотя при этом никаких отсылок прямых к конкретному кино здесь нет. Можно очень долго разбирать стоп-кадры, можно долго разбирать какую-то знаковую систему этого кадра. Мы не можем даже определить, к какому периоду кино относится эта отсылка. Это максимально собирательный образ, в котором она говорит о спекулятивном гетерном характере, как принято видеть женщину-актрис, какие-то такие моменты. И это срабатывает, потому что именно то прочтение, которое она вкладывает в свою работу, оно срабатывает на уровне зрителей. И вот ещё один пример её более позднего творчества, это не последний проект усилительного творческого пути. Здесь она превоплощается в героев современной живописи, при этом, посмотрите, здесь нет даже попыток какую-то подлинность вести. Особенно на этой фотографии есть какая-то пластиковая накладная грудь, очень топорно приложенная. И она комментирует эти работы следующим образом, что в современной фотографии, вообще в современном искусстве, если мы и цитируем какие-то классические произведения, нет никакого смысла цитировать их в прямом смысле, то есть нам не нужна подлинность. Если мы цитируем, то это уже должна быть какая-то трэш-интерпретация современного классического искусства. Ну и здесь также появляются уже может такие образы, которые сейчас полноценно присутствуют в этом обществе. Следующий пример тоже автопортрет, но здесь уже совсем другая история, Джен Дэвис. Вот это действительно автопортрет, действительно Джен Дэвис так выглядит. Этот проект называется «Одиннадцать лет». Здесь она работает, просто снимает себя в разных бытовых образах и очень часто спекулирует сюжетами, осмысливает сюжеты каких-то общепринятых, эстетических норм. Потому что у нее действительно был лишний вес. Одиннадцать лет длился этот проект, и заделся где-то, она спросила достаточно много. Это были дожди в конце проекта. Но пока она наблюдала за собой, за всем, как она себя ощущает в обществе, и как общество ее принимает. То есть все эти вопросы, этим вопросом она задавалась. Она будет делать такую серию, то есть даже ракурсы постановки кадров, которые она делает, они, в общем-то, такие классические, которые используются или для съемки каких-то вот, там, работных журналов, или для съемки интерьеров. Здесь очень красиво поставлен свет. То есть она тем самым еще и пытается примириться со своим образом, то есть с собой, то есть, какие-то свои внутренние ощущения. Вот это уже один из последних дихантов. Следующий пример, Марисия очень простой, забавный. Она делала этот проект соавторством со своей пятилетней дочерью. И каждый такой вот маска, каждый боди-арт это ответ ее дочери на какое-то пережитое событие. То есть она посмотрела какой-нибудь фильм про Золушку, например. И вместо того, чтобы что-то правоподобное или отражающее сюжетное содержание этого фильма девочка делает абстрактную живопись на лице мамы. И мама вот эту вот типологию создает высказывания своей дочери. еще один пример автопортрета какая-то очень незавитая тема в среднее время фотографии. Икура Куваджима молодой иконский автор живет в России. Проект называется «Я обломов». Через запятую. Его собственное прочтение произведение обломов Ночарова. Он очень любит это произведение. И прочтение заключается в том, что он примеряет на себя роль обломов. Он очень много перемещается по территории не только России, но и в СНГ. И везде, где он оказывается, везде, где он ночует и проводит время, он находит себя лежащим на диване, смотрящим на потолок и думающим о вечном. И очень много этих фотографий. Периодически они перебиваются с такими видами на то, что он видит лежа на диване, с таких вот фрагментов потолка. Эта история не заканчивается. Он 9 лет живет на территории СНГ. Сейчас, в данный момент, он живет в Москве, до этого уже в Казахстане, в Казани, в Киеве. И, как он сам комментирует эту работу, за 9 лет он настолько впитался, он, с одной стороны, впитал русский мобилитет, с другой стороны, может быть, у него были для этого задавки. В итоге, этот проект о сравнении себя и о том, насколько яковский мобилитет может быть близок к русскому классическому обновлению. Следующий автор, это тоже в какой-то степени автопортрет, но мы постепенно переходим уже в поле фотографий архивной и работы с архивом. Игорь Самолет, тоже выпускник школы Родченко. Он работает с такой редкой темой, особенно для российской современной фотографии и современного искусства в целом. Он работает с частным архивом, с частной фотографией, с приватной фотографией. Это не личная история, это именно приватный архив. Может быть, эта работа не самая лучшая к примеру, но есть такие яркие. Но эта работа интересна, нам ее рассматриваем, потому что она находится на стыке автопортрета и архивом. Называется Гермарий. Предыстория в общих чертах такова. Однажды Игорь со своей семьей покупает дачу на севере России. Эта дача принадлежала Данил какой-то семье. Они перебираются, они проводят лето на этой даче. И все занимаются вращением урожая. Всех очень увлекает этот процесс. И, помимо прочего, Игорь еще и отходит с фотографиями, которые приближали предыдущим хозяевам этой дачи, выходят на чертахи, начинают рассматривать. И это запускает этот процесс размышлений о том, об этой преемственности оленей, может быть, достигущей оленей, и так далее, и тому подобное. Но это, в первую очередь, заставляет Игоря предпомментировать свою собственную интерпретацию дачной жизни. И он начинает создавать объекты и маски из урожая, которые он собирает. и вообще работают с преосмыслением пространства. И первое, что мы видим, это институционные виды, как выглядит эта работа в стенах музея. Мы видим, черно-белое, понятно, что это фотографии найденные, предыдущих хозяев, тянули тоже постановки Игоря. А веточки, вот этот институционный элемент, они как бы прорастают, что-то прорастает из прошлого. Но с другой стороны они связывают поколения. Но прочтение можно найти. А это уже сам Игорь, который создает маски из урожая и примиряет их из себя. Игорь. В июле. Игорь. 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 Это уже сам. Я бы еще добавила к комментариям по проекту Гербайи, что здесь есть определенная и авторская мифология, потому что он придумывает какую-то новую реальность на фундаменте Стары. Следующий проект «Варвара без мной» художник, работающий с фотографией из Владимира. Это чистой воды инструменты. Вот этот инстилляционный вид, один из вариантов, как они показывают эту работу в выставочном пространстве. Называется «625-й ответе» этот проект, и он посвящен истории гибели Юрия Гагарина. Как известно, практически ничего не известно об обстоятельствах крушения самолета, в котором находился Гагарин. Есть какие-то официальные версии, но они непроверенные и подлинные, никто не знает, что же произошло. И это послужило отправной точкой, начало для работы «Варвара» с пространством. Она отправляется на место Гагарина, на место гибели самолета, и начинает исследовать пространство, и создавать свои сайт-специфик инсталляции, какие-то объекты приносит с собой, что-то сооружает на месте. То есть это все основано на каком-то знаковой системе, которая в итоге, когда мы видим всю работу цветов, она связывается с объедином. Вот это центральная работа в серии, условно говоря, такая вот пультина, в которую можно попасть или не попасть. И, конечно, красный цвет играет определяющую роль в этом проекте, потому что тоже базовая знаковая система, считываемая сами покажем, красный цвет крови, цвет опасности, трагедии, с одной стороны, с другой стороны, и цвет советской власти, между прочим, тоже сыграла немалую роль в сокрытии ярких причин этого катастрофы. То есть здесь вот эта история, такой мифологичный нарратив складывается из разных-разных таких вот осколочков, которые автор сам создает. И если говорить уже непосредственно в архивной фотографии, самый простой пример, Арнес Вэнсон, фотограф, очень сообразные работы делает, и самое главное, очень разное, если зайти на его сайт, то получить большое удовольствие от просмотра. Первый проект связан с архивом, он находит архив, криминальный, как бы, полицейский архив, с фотографиями преступников, которые были осуждены. Мы на первой лекции в истории фотографии уже смотрели примеры таких архивов, они были очень распространены, наверное, думаю, в сети в Афатове века. И вставляет он эти архивы как редимейт, с одной стороны, простая работа, с другой стороны, он делает собственное расследование, проводит расследование, и приходит к выводу, что многие из этих людей были тоже осуждены напрасно. Следующий проект Свенсона, не совсем архивный, но лучше покажу по порядку. Это проект с портретами, но он использовал метод подглядывания. Это жители квартир, которые находились напротив его студии. Он использовал объектив с большим увлечением и наблюдал за жизнью своих соседей. Что можно заметить, смотря на эти фотографии? Здесь нет лиц, людей невозможно узнать. Это было единственное условие, в которых этот проект можно было опубликовать. Такие условные иски были, судебные, которые он выиграл, благодаря тому, что люди не узнавали его. Но вот он сделал такой интересный подход, с той стороны, такой своеобразный получился срез реальности в экстрактном ключе. И в этих фотографиях мы легко узнаем свои образы жизни, в том числе. Совершенно другой подход к архиву у манимасов Токахаси, японского художника. Это найденные работы, это тоже «Readymade», но «Readymade», который произошел благодаря трагедии. Он собирал эти фотографии буквально на улице, буквально на берегу, после цунами, которое произошло в Японии. Было страшное разрушение, но фотографии, в том числе, буквально вымывало из домов, вместе с другими предметами. И вот он некоторое время ходил и собирал такие вот архивы. То есть здесь буквально изображение разбыто соленой водой. То, что природная стихия, то, как она, какие изменения в местах изображения, есть такие вот дополнительные слои здесь. И Маурит Саузель тоже работает с архивом, но он уже превращает свои отпечатки в объекты. Он находит старую фотографию совершенно неизвестных персонажей и буквально вышивает на лицах этих людей, на портретах. Он задействует исключительно лица, какие-то совершенно нечеловеческие области. Таким образом он дает вторую же изображение. То есть какие-то фотографии он ищет сам, с которыми он будет интересно работать. То есть это все уже проходит на уровне работы с объектами. Разная скульптура получается, фотография. Вот мы уже подошли к портрету. Наверное, самый понятный в классическом понимании портрет – это Морчиренко. Очень молодой художник, фотограф, но с узнаваемым и ярко выраженным визуальным языком. Вот эта серия, которую мы сейчас видим, это очень старая работа, относительно старая. И когда она снимала серию этих портретов, у нее было лет 25, в юном возрасте, она снимала своих сверстников. То есть это такой вот гипертрофированный психологический портрет, очень тонкий, здесь прям зашкаливает, такая звенящая телесность присутствует. Совершенно не идеальные тела, не идеальные лица, как принято считать, что молодые люди все изображаются эстетизированно. Это сюжет вот про телесную и психологическую грубкость, серия психологических портретов. Другой подход к портрету, например, Пеппи Христовой, бонгарский художник, она сделала вот один из ее самых известных проектов, называется «Глядка девственности» в Албании, в очень отдаленных селах, деревнях, наверное даже, там, где еще присутствуют традиционные какие-то обычаи, логальные на самом деле нередко явления. Существует традиция, если все мужчины уходят из жизни в семье, одна из женщин перенимает роль мужчины и отказывается от брака, от семьи, от продолжения рода, от каких-то романтических отношений и полностью начинает выполнять роль главы семейства. И в какой-то момент они одеваются, как женщины в том числе, и в этот момент они начинают доску выходить на мужчину, простите, оговорились. И какой принцип работы у Пеппи Христовой? Она вот такие вот документальные портреты снимает с одной стороны, но она их комбинирует, то есть есть чередование разворотов, то есть если книгу, например, смотреть, она комбинирует их с вот такими же нетронутыми девственными пейзажами в Албанию, сравнивая природность и старые традиционные ухтуи. Другой пример портрет тоже, в общем-то, психологический, Елена Носова. Давайте посмотрим. Эта серия называется «Отделение». Она посвящена женским колониям в Сибири. Она снимала в нескольких колониях в течение трех месяцев. На мой взгляд, это один из самых сильных проектов, если говорить о работах про тюрьму. Как работает Елена? Ей было очень важно наладить контакт, не то чтобы наладить, а вообще обвести этот контакт с женщиной в колониях. И первые полтора месяца она приходила к ним каждый день без камеры, то есть это были просто разговоры. Потому что вы сами понимаете, что портрет, может быть, можно снять за неделю, но какие-то уже более активные вещи без доберетельных отношений снять не получится. И работа, на самом деле, не о том, как плод живется в личных тюрьмах, не о типологии, кто попадает в эти тюрьмы. Это проект о колоссальной деформации личности, не только личности, конечно же, которые происходят в любом закрытом учреждении. Тюрьма – это только один из пример такого закрытого учреждения. Это был первый проект, цикл работы в закрытом учреждении. Елена продолжает работать над ними по сходу. У нее есть уже работы из военно-морских школ. Вот она сейчас на нее работает из обсерватории. То есть это все так или иначе, такие вот отдаленные уголки, в которых трое цивилизация не сразу попадает. Еще один пример портрета необычного учреждения науки. Вот давайте посмотрим, как мы будем комментировать постановочные документальные портреты. Вот этот пример так выглядит, и мы можем легко сравнить их с призванием закрывания послота, после вам, так сказать, документальные портреты. Но история, концепция этой работы заключается в том, что Риналти просил неизвестных людей, людей, которые не знают друг друга, позировать вместе и сыграть роль либо близких друзей, либо людей, у которых семейные отношения или какие-то родственные отношения. И в итоге получается такая тоже двойственная работа о природе фотографии, и о том, насколько фотография, графическая документальность вообще отражает своих вещей, насколько легко можно манипулировать восприятием зрителя. Следующий небольшой блок будет посвящен работе, ну, я очень люблю называть такую фотографию работой с архивом тоже, но с современным архивом. Ну, либо это какие-то интернет-технологии уже. Первый проект Джона Рафмана называется Nine Eyes. Название идет по аналогии со строением машины, которая снимает губни Дон Рафман. Рафман, не выходя из дома, ну, как бы он нашел способ быть стрит-фотографом, не выходя из дома. То есть он сидит перед компьютером, просматривает гугл панорамы и делает скриншоты тех кадров, которые нумераются. То есть он фактически может выбрать даже ракурс, который ему больше подходит. То есть какие-то странные персонажи появляются, может свои экологические истории тем самым тоже создавать. Ну, вот здесь пример такой вот и красивый пейзаж, и даже жена природы. То есть вот все появляется, все становится возможным в его проектах. И с этой темой, на самом деле, работают очень разные авторы. Тот же самый Майкл Гольф, о котором мы говорили в начале лекции, который снимает «Тодио компресс», вот эти вот паттерны из домов, например, повторяющиеся метро. У него есть несколько серий из панорама в том числе. Например, вот эта история с несчастными случаями. Здесь он уже, его не интересует вот такой вот ландшафт, жанровые съемки, его интересуют конкретные события. То есть вот он находит сюжеты странные, на которые бывает много вопросов. Что же, почему вот эта голова торчит из подвала, что же здесь произошло, что из-за драфы, или это как-то плохо стало. Вот, и он собирает коллекцию таких вот работ. У него есть еще серия с портретами. Он врезает прям маленькие-маленькие такие портретики, заблюренные лицами, и показывает их в коллекции. Вольф Гэг Тильманс тоже очень жаль, так что, как Василий Шерман, очень жаль, что нет возможности поговорить о нем действительно долго. Это важный художник, который формирует современные векторы, стратегии фотографии. Тильманс – немецкий художник, фотограф. Он работает, с одной стороны, с абстрактной фотографией, то есть он экспериментирует очень много с формой. Он делает цветные фотографии, экспериментирует с разными типорками, то есть какими-то совсем формальными образами и цветом. С другой стороны, он поднимает и остросоциальные темы, такие как гендерные меньшинства, госсоциальные меньшинства, какие-то молодежные самообщества. И он очень активно, сам как художник, принимает участие в том, что снимает. То есть это все невероятно лично. Давайте посмотрим несколько его работ. Они как-то отдельные, то есть здесь есть и абстракции, и фотограммы, и какие-то очень интересные, интимные работы. Почему мы их смотрим по отдельности? На самом деле, если вы начнете искать его работы в сети, и если вы зайдете на его сайт, вы не найдете такой категоризации по темам, по годам, по проектам, потому что этот художник работает в пространстве. И это его определяющая особенность. Ну вот, несколько из примеров. Его инсталляция в пространстве. То есть у него есть какое-то набор изображений, которое постоянно, естественно, растет. И он использует каждое изображение как букву по алфавиту, из которых он именно в пространстве составляет свое высказывание. Причем вот на этой фотографии это видно еще лучше. Его метод напоминает на что иное, как газетную или журнальную верстку. То есть верстку и с одной стороны изображения, а с другой стороны текст тоже используется в таких верстках. То есть что мы видим, на что в первую очередь обращаем внимание? Вот это вот скачки ритма, скачки размера изображений. Что это позволяет нам сделать? Мы можем, то есть автор может таким образом расставить акцент с одной стороны. То есть расставить какие-то базовые, такие отправные точки с помощью размера. Но с другой стороны, благодаря тому, как скачет наш взгляд от одного изображения на другого, мы не устаем, то есть мы постоянно считываем информацию. Посмотреть тоже очень интересный пример, то есть он комбинирует абстрактную серию с цветовыми пятнами, с реальными уже, какими-то запахами, с реальным изображением. Вот его астрономическая тема тоже очень известная. Астрономическая тема тоже очень известная. Мы посмотрим на современную натюрморту. Мы посмотрим на только один пример, чистой формы натюрморта. Мы уже легко коснулись в работах Мартин Пау, где у него уже готовые натюрморты в фастфудах, которые он находил и снимал, собирать эту понятию. Много натюрмортов есть и делался. А вот Лаура Летинския, наверное, самый известный представитель художника, снимающий современный «Тюрморт». Во-первых, большинство ее работ выполнены на высоком ключе, высокие светленькие, очень исторически выглядит. И вот что из себя представляет тюрморт Летинския? Это то, что произошло, то, что уже произошло. Это то, что оставили на столе. То есть мы видим постфактум, какие-то последствия. И нам остается только догадываться, кто был за этим столом, какие велись разговоры, что происходило. То есть это такой скелет, который она оставляет нам для того, чтобы мы могли уже придумать эти мысли и прочитать свои истории. Ну и, конечно же, это полная противоположность классическому голландскому натюрморту, когда тот жанр натюрморта использовался для того, чтобы показать свой достаток или как-нибудь изобилие продуктов в доме. Здесь визуально полная противоположность. И цель такой, естественно, нет. Еще буквально несколько авторов о современный пейзаж, ландшафтная съемка. Александр Бронский тоже, я думаю, многие знают. Это фотография из его известной серии «Пестораль». Откуда такое название? Он снимает окраину Москвы. Ну, не только Москвы. Фотография из Москвы. Что такое окраина Москвы? Окрайина Москвы – это новые районы. Это постоянная стройка. Это что-то граница сельской жизни, провинциальной жизни и жизни уже большого города-мегаполиса. И Крованский снимает досуг, то есть, кто эти люди, которые там живут и проводят там время, как это выглядит. И «Пестораль» – это вообще жанр, если буквально описывать значение этого слова, это жанр такой вот сельской живописи. Это такие вот деревенские мизансцены. И, по сути, это отражает визуальное содержание работ. Вот мы видим срез пограничной жизни на окраинах мегаполисах. Следующий автор – Ванни Уэсли. Он тоже работает с ландшафтной съемкой и с архитектурой пространства. И очень интересным образом работает. Его фотографии являются, то есть, его затвор может быть открыт на несколько лет. От нескольких месяцев до буквально нескольких лет. Самая известная серия его посвящена была реконструкции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Практически все фотографии и подборки из этой серии. Как он работает? Он устанавливает несколько камер в разных точках. Естественно, эти камеры защищены от непогоды. И он разрабатывает сам специальные плотности и нейтральные фильтры. Не просто не нейтральные, а светопоглощающие фильтры, которые позволяют открывать затвор камеры на коды. Поэтому все, что у нас остается в камне, остается на пленке, это не люди, не машины, а вот эти слои, которые появляются. Это архитектурные слои. То есть, буквально, в смысле, Месси пишет историю с светом. И у него еще мало причинных проектов. Подобные планы. И сегодня, мне кажется, я закончу вовремя. Последний автор, которого я хотела привести в качестве примера, Грегори Клютсон. Тоже очень важная фигура. Наверное, его можно по основательности работы поставить и с Джеком Уоллом, и с Гурским. Он работает одним кадром. Хотя, безусловно, у него абсурдный единый визуальный язык. Он работает одним кадром. У него огромная съемочная бригада. Человек 60-50, может быть, больше. Несколько недель, вплоть до месяца, может, готовятся декорации для одной-единственной фотографии. Сама съемка длится несколько дней. В итоге, несмотря на то, сколько сил вкладывается на работу, практически каждая фотография – это результат монтажа из нескольких кадров. И здесь Клютсон выполняет роль режиссера, то есть как в кино. По сути, что представляет из себя его работа. Это постановочная фотография, безусловно. Это очень тревожный, вымышленный мир. Конечно, напоминает типичные триллеры Хичкока, Дэвида Линча, очень странные образы. И при этом, естественно, нереальный, но при этом метод работы Клютсон заключается в том, что ему удается совместить кинематографичность целого фильма в одной фотографии. То есть мы можем какое-то бесконечное количество ассоциаций с каждой работой, и каждый зритель может создать какую-то свою сюжетную виду на другую тему. Клютсон, в общем-то, даже на кнопку спуска не нажимает. То есть он исключительно выполняет функции режиссера. Он придумывает, находит место, он принимает решение, где находится модель, как лучше выглядеть, как должен быть поставленный свет. Естественно, свет здесь кинематографически используется для каждой работы. То есть, например, этот снимок сделан не в квартире, это в Караци, который построил павильон в огромном съемочном, в котором колоссальное количество техники присутствует. То же самое, с Эльфиментом. Такая же ситуация. Такая вот совсем ограниченная работа между зонами фотографии и кино. Ну, на этом все, наверное, по современным фотографиям. Потому что бесконечно показывается бесконечный ряд современных авторов. Естественно, мы всегда будем быть активными. Но сегодня мы постарались затронуть все так или иначе существующие стратегии и жанры, и поджанры современной фотографии. Спасибо за внимание. Вопросы? Мне кажется, можно, как мы уже привыкли делать, в приватном порядке, ходить с удовольствием по беседам. Спасибо.